Ребята, всем привет! Раннее утро, солнечный, такой морозноватый, я бы сказал, уже день. Мы сейчас вот с Богданом, оба таких красных парня в красных куртках, почти что команда. Находимся, вот видите, вот в районе Аболони. И решили мы с Бодя сегодня отправиться половить октябрьского судака. Да, Бодь? Судака будем ловить? Судака половим, а потом посмотрим. Посмотрим, ничего не будем обещать, потому что обещать что-то поймать, это сложно обещать. Такое сложное занятие, да. Рыбачить мы будем сегодня в городе, такая у нас городская рыбалка. Ну, основная цель судак, а там в приловах, если попадется осетр или форель атлантическая, да? Есть такая, кстати? Есть, конечно. Форель атлантическая, будет все хорошо. Ладно, мы шутим, но на самом деле сегодня мы хотим половить судака, а там как получится. В общем, Бодя, рубай газу и отправляемся, друзья, ловить судачка. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что, друзья, вот мы встали сейчас на точку. Находимся мы на 8 метрах, вот перед нами вот такая ямка и выход на пупок. Вокруг обилие бели. Ну, надеюсь, что место мы выбрали сегодня правильно и мы обязательно поймаем с вами судака. Значит, коротко о снастях. Уже, наверное, неизменная в моих последних видео это Azura Raiden XP. Это удочка до 38 грамм, которая прекрасно подходит под джиг. Катушечка у меня Diva Fuega 4000, цепешка, это с пониженной передачей. Вот, и начнем мы традиционно с Ланкер Сити в цвете Сутенер, мой любимый цвет, такой вот салатовый с розовой спинкой, на монтаже вкрутыш. Вот вкрутыш вот такой вот, это флагмановский вкрутыш и крючочек БКК. Вот, и начинаем делать первые забросы. Самое главное, с первого не поймать. Да, Борь? А? Да. Вот, сегодня я взял с собой и Viby всевозможные. Будем пробовать ловить на Viby. Есть у меня крупный силикон от Vestin. Как вы помните, что вот Shatty Slim очень хорошо работает по крупному судаку. Ну, во всяком случае, на Киевском море показывали себя, ну, просто приманками номер один. Вот, есть у меня там и замановский силикон. В общем, куча-куча всего нового. Очень интересный это Ланкер Сити Свинфиш. Я посмотрел эти приманки на соревнованиях. Кто смотрел мое видео с Дельта Пайкапа, и я был непосредственно, когда в экипаже Демитко Красовский. Это многократные чемпионы мира. Вот, они как раз ловили щуку и судака на вот эти вот Ланкер Сити Свинфиши. Вот, я, конечно же, себе тоже взял в таких цветах прикольных. Позже потом вам покажу. Вот, будем их сейчас тоже позже пробовать. Ну, а пока, скажем так, с проверенных бойцов мы начали. Вот, погода сегодня замечательная. Конечно, она такая замечательная для рыбака больше, нежели для рыбы. Потому что, как, знаете, как принято считать, чем хуже погода для рыбака, тем лучше для рыбы и наоборот. Сегодня такое солнышко. Ну, хорошо, хоть есть какой-то небольшой ветерок, есть тряпь. Вот. Ну, такая откровенно судаковая, наверное, погода, но точно не щучья. Хотя, если судак не будет ловиться, я думаю, что мы с Бодей полазим по всяким шкирям, по каким-то там затокам поищем. Поищем, попробуем щуку, если вдруг судак не будет клевать. Ну, городская рыбалка, конечно, она не располагает к обилию рыбы. Но можно попасть на неплохой клев. И мы попадали на этот клев неплохой неоднократно. Но можно ничего и не поймать. Вот, поэтому, знаете, так, в рабочий день, в такую прекрасную солнечную погоду, даже если ничего не поймаешь, то есть прекрасно провести время на воде, это всегда хорошо. Хочу вам показать, видите, да, у нас сегодня прибор T2, вот, посмотрите, сколько бели, просто тьма. Вот мы сейчас хотим встать конкретно по краю, вот. У нас прорисовывают сейчас Genesis, Genesis Life, то есть он нам отрисовывает карту глубин, то есть мы сможем спокойно себе сейчас нарисовать все пупки, свалы, перепады, и четко будем видеть, где мы становимся, именно по карте. То есть для начала мы найдем скопление рыбы, вот, и отрисуем вокруг рыбы рельеф. Ну, и по рельефу уже будем вставать. То есть я думаю, что у нас будет сегодня два приема, как обычно. Это заброс с глубокого места на купок какой-то, либо на подъем. И второй облов, это наоборот, с более мелкой части будем бросать в глубокую. То есть будем, как бы, с бровок стаскивать, ну, посмотрим, поможет ли данная тактика. Заходим в ямку, она забита вся беленькая. Да, вот смотрите, сейчас мы заходим в яму, да, вот, Боля подсказывает, и вот начинается сразу же белая рыба. То, что вы видите сейчас вот в даунскане полоски, это либо рыба в движении, либо Боля просто немножко с поворота заходит, ее немного, как бы, размазывает. И вот пошла, смотрите, в даунскане, видите, в правом луче начинается крупная бель и вот мелкая. Ну, сейчас будем с-под нее и пробовать ловить. Вот сейчас мы заходим в яму, и при поводу Genesis'а надо, кстати, Боди настроить по литру. На моем приборе уже настроено. Лучше по два. Что? Лучше по два. А, по литру, да, повыше по два литра, Боля подсказывает, вот, чтобы более подробно глубины отображались. Но картинка, как вы видите, по рыбе очень и очень интересная. То есть судака, конечно, в такой толпе бели увидеть практически невозможно, вот. Ну, мы сейчас вот видим коряжки, мы сейчас встанем немножко на бугор и начнем облов бровки. Сначала будем с глубины бросать наверх бровки, а потом сверху бровки будем бросать в глубину. Так, я сейчас попробую немножко по-другому. Богдан ловит на резину. Я сейчас пока резину отложу и хочу попробовать вот такие вот вибы. Это хардкор финтейл в таком вот, видите, классном, таком салатовом цвете. Как раз такие цвета очень хорошо полюбляют судачки. Вот, ну, так мы быстрее определим, что судаку надо сегодня. Надо ли ему вообще хоть что-нибудь. О, у нас торчит рыба. Уже все? Это что-то забагренное было? Это белое забагрелое. Ложная тревога. Вот, смотрите, вот такая вот красота. Ну, с вибами, с проводкой ничего сложного нету. То есть это подбросы. Ну, короче, тот же самый джиг, по сути. И даже можно в отвесы ловить. Ну, сейчас будем пробовать. Пробовать. Вес у него там грамм 25, наверное, летит, как не знаю что. Мы, кстати, вот на вибы очень неплохо как-то на переяславе отловились. Вот не клевало ни на что, а вот на вибы лупило прям на каждом забросе. То есть эти приманки очень часто выстреливают гораздо круче, чем силикон. То есть у меня на судаковых рыбалках всегда три приманки. Это слаги, виброхвосты и вибы всевозможные. Ну, как-то вот на твистера не ловлю, не знаю. У меня в основном либо виброхвосты работают, это основная приманка. Потом уже дополнительно это слаги и уже, как скажем так, в случае, если на эти приманки не реагируют, тогда я стараюсь пролавливать вибами. Ну, посмотрим, что нам сегодня удастся. Так, а у нас вот первая рыбка. И это, наверное, судачок. Смотрим. О, дай подсак, стань. Ты что, руками не возьми, что ли? Ах, подсак, как всегда. Подсак, подсак. Подсак. Вот так вот. О, хорошо. Есть. Ну, это хороший судачок. Это судачок хороший. Такая филешечка, да? Да. На грилёк, смотрите, какой на грилёк пришёл. Красавчик. Шуболь, а ну покажи, на что ты его... Ух ты. Ух ты. Это у тебя Рейнс, да? Это Рейнс, да. Чё себе, олдскул. Он ещё продаётся, да, такое? А они сейчас завезли, как раз только пришли все в Украину вообще. На Вольфраме, да? Не реклама. Не, не на Вольфраме, 16 грамм обычная голова. Не реклама, просто ловящая рыба. Слушай, Бодя, ты, блин, реклама, не реклама. Смотри, на тебе написано Dragon, там, вот тут на лодке написано Furseal, там ещё что-то. Ты что, не скажи, уже реклама. Лучше даже названия никакие не говорить. Померяем его? Да. Да, тоже, смотрите, где реклама сейчас будет, Садя? А ну. Давай, ну. На сайте Big River не продаются такие линейки. Вот. Опа. Ну-ка. 50 сантиметров, 50 сантиметров. Хорош, хорош, красавчик. Так, ребятки, давайте, может, попробуем сейчас вот такое вот маселко. Забабахаем. Так, сейчас мы попробуем вот этот вот Swimfish. Это тот, про который я рассказывал. Ну, смонтируем его опять же, на вот этот фагмановский вкрутыш. Посмотрим, что он нам покажет. Вот у Body пока что такой на некий, я не знаю, червякоподобный. Одного судочка мы поймали, но пока больше поклевочек не было. Сейчас я сделаю вот этот монтажик и попробуем на него. Так, ну вот, смонтировал, выглядит все это так. Вот почему не G-головка, но вот такой монтаж мне больше нравится. На нем повеселее играет приманка. Ну и плюс судак-то бьет в голову, вот поэтому нам все-таки выгоднее, чтобы у нас был вот такой вот тройничок. Сейчас будем пробовать. Так, ну что, пока ничего не клюет. Будем пробовать тяжелую артиллерию. Это вот заманы. Храните их, кстати, ребята, только в пачках, потому что резина, которая плавит все на свете. Вот смотрите, да, что это за силикон. То есть он, порвать его нереально. Двойник в него вставить тоже нереально. Вот я сейчас покажу, как без клея смонтировать его на G-головку. Значит, у нас вот есть вот такие вот замечательные головки. Да, вес классный. Крючок только громадный. Хотя, 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 хотя. Думаю, подойдет. Короче, смотрите. Вставляем головку в нашу приманку. Вот так вот, раз. Натянули, да? И чтобы она не сползала, берете другой G-головкой, делаете вот тут вот прокол и натягиваете на... Вот на ушко. Все. В таком положении в жизни она, видите, да? Вот. И не сползет. И вот эта штука, она не порвется. То есть... Я с заманом поступаю всегда только так. Так. Ну что, ребята, давайте попробуем сейчас вот этот. Вот, казалось бы, да? Вот есть эхолот. Люди пишут некоторые, что с эхолотом и дурак поймает. Вот вроде бы и не дураки, а поймать не можем. И рыба есть. И рыба есть, да. Ну, то есть она вот не клюет, и все, и что. То есть есть какая-то рыба, а какая-то рыба, непонятно. То есть, ну, то, что бель... Да, то, что бель, это точно. А если там судак, как бы, ну, вы его так особо и не увидите при такой плотности белой рыбы. Вот, сейчас я застежечку застегну. Все, вот. Теперь у меня ничего не стянется. О, играет прикольно. Сейчас будем пробовать на заманчик. Так, пока что с клювом у нас не очень. Богдан на правах. Ты сегодня гид или кто-то? Нет, я сегодня просто товарищ. Товарищ с этим? Да. Все, я больше не гидую. Не гидую, и все, завязал. Короче, бабло, лодку заработал, и все, да? Все, хватит, да. Теперь в свое удовольствие жизнь. Да? Короче, Бодя на правах не гида. Поймал одну рыбу. Вот, и все. И у нас... Канал у меня есть. Да, и канал у него теперь. А у тебя канал есть, да? Теперь есть, да. Фиш-такси. С ума сойти. Короче. А как называется? Фиш-такси. Фиш-такси? Как фейк-такси, только фиш-такси. Вот. Будем эскортниц возить. Не, эскортниц. Это уже тогда можно у тебя поработать? Да. Буду подрабатывать. Вот. И что? Пока вообще так клевого нету. Вот его просто нету. То есть одна рыба... Ух ты, блин. Только сказал, и что-то непонятно. То ли я врезался в кого-то, то ли кто-то в меня врезался. Хорошие крупные силуэты, Саня, стояли. Да. Ну, не знаю... Ну, не знаю... У меня такое ощущение, как будто я по корове попал. Знаешь, вот что-то такое... Знаешь, вот так вот... Как будто по спине кому-то. Вот именно даже не побели, а как будто в корову. Вот. У нас сегодня минус подсак улетел. Вот. Минус... Одна силиконова рыбка. И плюс один судачок такой, полторушник. Все. Очень дорогой судак получил. Да. Судак вообще дорогой. Густира. Оп. Таранка. Да, это... Девыяки око. Это забирай на этот... На... На тараньку забирай. Ну, гарно. Это что, это сенец, по-моему, да? Ну, да. Скользко. Мы отпустим еще какая-то съезд. Мы прикормка его так. Клеп. Тебя б так кинули. Клеп. 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 Вот тебя б так кинули. Ну, блин. Гуманное отношение к рыбе. К рыбе, да. Блин, ребята, ну не клюет. Вот, я не знаю. Вот это вот... Вторая рыба за сегодня. Вторая поклевка, вторая рыба. Уже пробросали мы весь залив. Не знаю, надо куда-то отсюда уходить, потому что... Толку, толку, толку. Только ты знаешь, это всегда так, когда ты начинаешь говорить о том, что давай переедем и все, уже не клюет. И это, как всегда, последний заброс, и обязательно он клюнет, что приходится оставаться еще на пару забросов. Знаешь такую историю, да? Да. Вот такой вот, помаши зрителям вот так в камеру. Ку-ку. Ну, пузатненький, смотри, какой красивый. С икорочкой, кстати, мамочка. Смотри. Давай его. Кольнуть надо, да? Ну да, потому что... С 16 метров. Там иголка вот. Вот, ребята, если вы пускаете, вернее, не если, а когда вы отпускаете рыбу, которая была поймана с 16 метров, с 12 метров, обязательно надо ее привести в чувство. Вот такая полосочка у них. Иначе он, ну, вряд ли выживет. Вот, видите, пошел воздух. Сейчас Бодя его спустит. И мы рыбку отпустим. Все, опа, и активно ушел сразу. Живее всех живы, как Ленин, да, Борь? То он не икряной был, то видишь, что так сразу, ну, когда вот 16 метров глубины получается. И 16 метров, ну, как достаточно активно его поднял. Вот, потому что, ну, поклевка была прикольная, а как рыба оказалась такая никакая. Ни о чем. Вот. Поэтому, ну да, ну, как бы, там все, кто рассказывает, что пузырь вылез, все, надо паковать, вы поконите сейчас на 3,700. Всем рекомендую, забирайте побольше рыбы. Когда пузыри вылазят, да? Будет, да, поменьше рыбаков. Вот, а так старайтесь, как? Этого несложно научиться это делать. Вот. Кольнули, отпустили, все, рыбка живет. Приедете через год, и у вас уже клюнет не 400 грамм судачок, а это будет там 1,200. Вот, уже приятный размер, который можно, в принципе, и покануть. Вот. Штучки 3. Ну, на человека, что, если вы любите рыбу, почему бы и нет? Вот. А так отпускайте рыбку, вот. И она будет вам еще приносить кучу эмоций. Так, ребятки, мы вышли уже с осен, с действием одноименно заливу. Очень много было сосен в заливе сосны. Ну, один судачок, вернее, два было, но такое, за целый день это вообще ничего. Вот. Сейчас вышли уже на основное русло Днепра. Не знаю, поймаем мы тут что-то или нет. Вот. Немножко походили, порисовали. Рыбы не видно. Стали просто по рельефу. Здесь, опять-таки, перед нами такой подъемчик. Мы стоим в ямке и джигую. Ну, тут хоть дно уже твердое такое, которое отстукивает хорошо. Погода, как вы видите, кардинально поменялась. То есть, такая серо-зимняя с ледяным ветром. Была поклевка. Видели, да, только что у Богдана была поклевка. Но мне кажется, он, как всегда, немножко распустил фрикцион. И создает видимость, что он умеет ловить рыбу. Фрикцион затянут нагло. Почему-то у Богдана все время... Наглухо, это когда вот, смотри, не срабатывает фрикцион. Не срабатывает, нормально. Сейчас подумают, мы тут показываем, как это при подсечке срабатывает для фрикцион. Сейчас подъедут дадут. Подумают, что мы драчисты, да? Расскажут, что мы делаем, да, не так. А, был еще у меня комментарий такой, типа, «Решила лодка и эхолот». Но про эхолот я уже рассказал, а по поводу «Решила лодка». Ну, вот сейчас мы на большой лодке, да, типа катер, все дела. Но у меня результат на надувасе был гораздо лучше. Поэтому, друзья мои дорогие... Не мешает ничего, кроме рук. Я понимаю, что это, как бы, ну, такое... Недалекий человек про такое говорит. То есть, понятно, что вам лодка как-то может помочь, быстрее дойти до точки, вообще до нее дойти, да, не вплавь же идти. Вот, ну, это такое. Все-таки умение ловить, умение найти рыбу здесь ключевое. Даже найти при помощи эхолота, это тоже надо уметь делать. Надо понимать, что ты видишь, что мы эхолоте, как правильно стать на то, что ты нашел. И бросать в ту сторону правильно, где ты что нашел. Вот, поэтому мы вроде бы как там почти умеем, да, а вот рыбалка, как вы видите, у нас такая сегодня. Ни о чем. Ну, мы зато классно проводим время. Сейчас он немножко проголодали, сейчас еще сосисок себе нажарим. Вот, в горилле есть еще замечательная радость. Даже если вы плохо порыбачили, то как минимум там вкусно покушали. Вот, я, кстати, сегодня, я не пробовал еще его с санговыми баллонами, с обычными, компактными. Вот, взял, купил сегодня баллон. Хочу попробовать, насколько удобно, ну, чтобы не тащить с собой большой баллон, а вот с маленьким туристическим баллоном, который для горелок. Ну, или там для печек туристических, для горелок. Я тебе говорю, что новую откусал, но не надо говорить, что это резина какая-то не такая. Вот видите, у Богдана просто некачественная резина. У него постоянно что-то хвосты отрываются. Ай, некачественная резина ты. Ну, так лови нормальной резиной, там, например, вистом. Вист классный. Или флагманом. А ты ловишься какой-то херней. Что это у тебя там, брейнс какой-то несчастный? Ну, японская херня. Херня какая-то. Смотри, смотри. Надо на Петраша... Сейчас будет видно. Посмотри, какой зубок старый. На Петраша прикалял. О, так вот вам, вот вам и дядя... Блин, Петраша. На, забери, он мне не платит за рекламу. Ой, Саня, Саня. Сейчас поймаю. Торчит. Ну, я ж тебе сказал... Торчит, ребятки, торчит. Ура, торчит. Поцака нет? Не надо поцак, там такое торчит, что я его закину в лодку без проблем. Давай, давай, возьму. Ребята, 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 это рыба. Ребята, это рыба, ребята. Ребята, это рыба. Ну, хороший судак, что ты начинаешь? Чисто филешки и нагриль. Это берш, блин. Как она хуэта. Ребята, смотрите какой. Смотрите. Смотрите какой. Друзья, это рыба. Это рыба. Рыба. Бодя, сделай фоточку мне. Ну, шо, ребята, смотрите. Это трофей. Трофей. Вот мне спрашивал мой подписчик, какая рыба считается трофейная. Ну, типа от трех, от пяти, от восьми килограмм. Ребята, трофейная считается рыба любая, которую вы самую крупную поймали. Вот у меня сегодня трофей такой. Так, мы ее отпускаем. В рамках. О, блин, не хочется же тебя высоко отпускать. Ох, как пошел. Скоростной судачок. Ну, вот такая, ребята, у нас рыбалка. Вот такая у нас супер-пупер рыбалка сегодня. Это третья рыба, самая маленькая, естественно, моя самая маленькая. Бодя поймал две побольше. Ну, ничего, продолжаем дальше. А вдруг нам повезет все-таки и попадется нам хорошая рыба. Так, Санька, будете у тебя разворовывать немного на ВИПу, потому что как... Потому что у тебя клюет, да? На силикон клюет, да. Там бери, вон там целая гора, что хочешь. У-у-у, смотри, какой красивый. Ну, я надеюсь, что у тебя не будет это, так как он называется. Кстати, да, чтобы вы думали, ну, не подумали, я не прикалываюсь, это действительно ВИП с названием Мини-Мини-Энта. Ну, главное, чтобы у тебя не было этого Мини-Энта. Не, ну, выглядит круто. Не, они прикольные. Дима, кстати, они хорошо ловят. Ну, сейчас попробуем. Диме привет передаем через видео. А ну, покажи. Не, ты, смотри какой. Да я уверен, что он сейчас поймает рыбу. Прям стоп. Ну, давай попробуем. Джигаваджи просто. Друзья, как вы думаете, Бодя поймает? Вот прямо сейчас в комментарии напишите. Так, ребятки, у нас пока не клюет. Мы сейчас космический корабль будем запускать. Ой, в плавании. Я, кстати, не пробовал еще с цанговыми баллонами. Вот, есть у нас вот такой вот баллончик. И есть переходничок. Специальный для этого баллона. То есть для этого гриля можно там, ну, типа обычные баллоны использовать. А можно вот такие вот. Сейчас попробую. Это, кстати, будет экспромт. Оно как раз по холодной погоде. То, что надо. Покушать горячих сосисок. Можно было бы, конечно, судачка взять того. И зажарить покрупнее которого. Но, как бы, не хочется с ним сейчас в холодную погоду возиться. А вот в теплую обязательно я это проделаю. Так, и шо? Смотрим. Так, как оно тут правильно. Вот так вот. О. Все. Установили баллон. Включаем газ. Качнули пьезой. И шо? И все. И все работает. Все горит. Вот. И сейчас он, у нас грилечек прогреется. И будем мы, ребятки, кушать классные сосиски. А пока он прогревается, мы половим еще судачка. ПОДПИШИСЬ. рыба рыба саня хорошая рыба а у нас рыба хорошая друзья мои дорогие напоследок хорош а это щука сюда это щука сюда хорош папа папа это хорошая подача саня это прям прям хороший идет течение как раз вот вид можно провести у нас таким зависанием вот плюс он создает дополнительную вибрацию то есть это гораздо скажем так шумнее нежели вы проводите силикон да то есть прям вот я когда делаю натяжку примут идет такая по кончику вот можно и равномер очка и можно так его вешать и у дна на медленно-медленной проводки и вот такой вот вот сейчас вот на течение просто держу а он там вибрирует его опять сбрасываю об одну опять вот натягиваю он вибрирует опять делаю сброс натягиваю он вибрирует отдаю шнур коснулся дна натягиваю вибрирует отдает опа и вот он есть вот то что я говорил сари как давит у хорошо хороший будет хороший да 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 ухты 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 цари какой иди сюда опа опа и под занавес друзья о какой не супер большой но такой келушник может даже больше дошли кило 200 кило 200 где-то да он такой шахтер шахтер да будет не на это местный тот коряжный на который в принципе а ну вот покажи смотрите как влупила этот вид просто капец шахте это его еще ну слушай блин но подача была просто знаешь как вот на противоходе бабахнул оба тут даже сервис такой я ну так фирма фирма веников не вяжет это кстати это что-то рассветка то что я брал да это тот на который ты пытался поймать вот он нет цвет шикарный вот их принт золото форма топчик красиво да да не да это все шикарнейший вот ребят ну можно еще было наверное оставаться бы сейчас судаки бы поклевали вот но нам уже пора уходить пора собираться поэтому уходя гасите всех да спасибо тебе братан сейчас мы тебя сводкаем и отпустим вот ребята вот такая вот у нас рыбалка получилась очень трудовая погода такая нелетная как вы видели мы дну достаточно долго искали мы конечно все вам не показывали весь процесс поиска потому что он был ну достаточно нудным мы плавали вернее плавают гуси да мы ходили по днепру в районе оболоне в районе устья десны рисовали рисовали вот такие вещи как у genesis life очень хорошо помогают на воде потому что вы можете но отрисовать и подробности подробно карты глубин вот ну и поставить лодку по необходимости как нужно не обязательно даже использовать их а вот и сможете стать на бровку можете найти какую-то канаву и так далее вот но есть например вот я на свой прибор приобрел уже готовые отрисованные карты это полностью весь киев это украинка дука не ваш туда вниз то есть и килов там все на свете есть вишенки вот даже есть черкассы практически там ну не все но очень много в черкассах отрисовано эти карты постоянно пополняются ссылочку я обязательно оставлю в описании к видео качественная классная карта genesis life которая вот именно реально это которая у вас на ну которая здесь на водоеме да не то что там где-то кто-то придумал то есть это люди специально ездили и и отрисовывали ссылку оставлю в описании вот ну и рыбалка у нас получилось достаточно неплохой особенно в конце да у нас и мелочь поклевала богдан нашел только что интересный такой корч стали струя такая что не падает даже груз и бодя влупил сразу такого подушника хорошего вот и под занавес я все-таки решил поставить вип потому что у меня не было даже таких джигаловок и которыми я мог бы достать до дна вот а вид как раз с весом с хорошим его можно заглубить и примут у дна вот так медленно медленно зависая его право про провести вот как вы видите у меня клюнул тоже судак достаточно неплохой чуть больше за килограмм что для города в принципе это неплохая рыба но я считаю что наша с тобой сегодня такая вот сложная рыбалка может быть даже в какой-то степени скучная да потому что мы больше искали чем ловили манева до чисто на характере чисто на характере получилось вот в общем ребят у нас для вас еще есть небольшой сюрприз бодя решил разыграть три рыбалки совместно с ним не вплав ребята не на веслах не на дулася вот на вот этой вот классной лодки вот не сильно видно но в целом понятно то есть у нас будет три победителя ребята комментарии в этот раз не ограничены пишите хоть 200 комментариев больше шансов у вас будет выиграть кто конечно иногородние если решитесь приезжайте то есть богдан с удовольствием вас я думаю выведет на рыбалку и да еще еще давай каждому по кепочке да то есть каждому по кепочке и каждому еще будет по кепке вот ну и будет супер бонусная рыбалка даже я поеду с вами будет у вас скажем так будет такой тройничок так сказать да богдан буду я ну и вы естественно половим здесь по городу погоняем думаю что будет интересно для подписчиков это кстати будет первая настоящая рыбалка именно с подписчиками поэтому ребята участвуйте вот ну и пусть каждому повезет дабы вот ну а на этой прекрасной ноте я хочу всем помахать ручкой бодя тоже маха ручка всем подписчикам ура рыбалка получилось все увидимся на будущих рыбалках но с победителем мы обязательно выйдем и подубасим здесь судаков возможно даже щуп поймаем все ребят всем пока увидимся на рыбалках